Легенд о русской печи Ну, пикники, да, достаточно много, скажем, чудаков среди них было, но они, как правило, были очень почитаемыми и уважаемыми людьми, потому что перед ними и вплоть до того, что заискивали, особенно когда их подряжали, скажем, ложить печь в доме, потому что, скажем, все-таки печь – это для жилища вообще основа мироздания, это центр всего. Вот, и поэтому, как правило, хозяйки старались и вкусно накормить, перед каждым, перед каждой трапезой налить, скажем, хорошую вина. Александр Петрович говорит, иногда печники пользовались добротой и гостеприимством хозяйки. Они знали, что пока работа не окончена, их обхаживать будут. И порой некоторые хитрецы специально затягивали процесс. Вместо двух-трех дней у них на работу уходило пару недель. Были случаи, скажем, когда, ну, некоторые просто из-за азарства, когда сложили печь, проверили, хозяйка все это приняла, и втихаря после печник мог просто подложить кирпич или кусок кирпича, который немножко загораживал бы проход дыма. Хозяйки знали о подобных фокусах, но подыгрывали мастерам. Обидеть печника считалось дурным тоном, потому его всегда кормили и поили досыта, а потом специально из дома выходили, чтобы не мешать мастеру кудесничать. Когда он все угостится, делает вид, что он сейчас все проверит, все, тихонечко все это убиралось. То есть иногда, вплоть до того, что он помолится перед печкой. Вот, то есть, ну, как бы приподнимал свой вес в глазах, скажем, односельчан. Кстати, само выражение «плясать от печки» пошло от того, что ее зачастую строили раньше, чем обживался дом. И лишь когда мастер заканчивал свою работу, в комнатах расставляли мебель и различную утварь. Сложить хорошую русскую печь было непростым делом. Сначала прямо на земле, на отдельном фундаменте, устанавливалось так называемое опечье – небольшой деревянный сруб, служивший основанием для печи. На опечье настилали доски и сооружали днище печи – пот. Над подом из камня или кирпича возводили полукруглый свод печи. В топке русской печи мог поместиться взрослый дюжий мужик. Между его головой и сводом оставалось еще около 20 сантиметров. А расстояние между плечами и стенками было не менее 40 сантиметров. Получается, в течение 30 лет я занимаюсь складкой печей, притом это не только вот такие русские печи, это и отопительные печи, типа голландок или шведы, притом круглые печи тоже самое. Александр Петрович знает десятки секретов русской печи, но иногда промашки случаются даже у мастера. Иногда было непонятно, от чего все это. Там много факторов. Может быть, направление не мучить свою розу ветров, то есть ветер дует не с той стороны, там надо выше поднимать дымоход и прочее. Ну, масса вариантов, масса факторов, которые могут повлиять на то, что печь может не заработать. Александр Петрович говорит, в печном деле математика не самый главный предмет. Нужна своего рода чуйка. Он двух подмастерьев себе брал. Обучал одинаково. Но если у одного все получалось с первого раза, у второго дело не шло совершенно. У одного, в принципе, наверное, мне кажется, все-таки в итоге ничего не получилось. Но другой все-таки ложил печи, и многие из печей получались достаточно удачными и красивыми. В России никогда не было школ или курсов печников. Мастерство передавалось по наследству. И с этим связан еще один секрет мастерства. Оказывается, при возведении печи мастер не приводит подмастерье с собой. Юные помощники выбираются среди молодежи, собирающиеся посмотреть, как это делается. На каждой стройке их всегда с лихвой. Один делал не раствор, другие носили кирпичи, другие подавали кирпичи. Кирпичи хозяйка готовила угощение. Александр Гаушев говорит, профессия выбирает в подмастерье сама. Помощники мастера должны загореться. Он и сам однажды просто решил помочь печнику, который пришел в их дом старую печку переделывать. Он ложил печь, я ему помогал. Кирпич подавал иногда. Кирпич ложил. Печь получилась очень удачная. И вот, наверное, с того момента и началась эпопея строительства всех печей. Сначала я делал это родным. То есть даже не беря вздум или заработную плату за это. Печи получались, к счастью, удачные, хорошие, красивые. И понемногу уже стали приглашать другие, скажем, односельчане. Сколько сегодня стоит его труд, Александр не признается. Говорит, дело договорное. Секрет фирмы. Дороже всего выходит переделывать чужую работу. Я помню, когда был случай, пригласил один из хозяев, который решил уже в пятый раз переложить камин. Все камины не работали. Вот когда я к нему пришел, он говорит, ну, объясняет. Вот так и так, пятый камин, и ничего не получается. Я говорю, хорошо. Договоримся так, я складываю камин, если все получается, мы с тобой расходимся по-доброму, ты мне свою плату отдаешь, и мы расходимся добрыми друзьями. Но если у меня не получится, ты мне ничего не платишь, но твои рабочие при мне разбирают то, что я сделал, и мы опять же так же расходимся. Вы не представляете, как он был счастлив, когда камин заработал. Вот. Хороший печник на Руси всегда прилично зарабатывал. На рубеже 19-го начала 20-го веков им платили от 15 до 75 рублей в зависимости от сложности изготовления печи. Для сравнения, средняя зарплата рабочего в то время составляла около 15-25 рублей в месяц. Самые дорогие печи в обязательном порядке украшались изразцами. Сегодня эта традиция снова в моде. Частный дом в ближайшем Подмосковье. Мастера заканчивают свой многомесячный проект. Заказчик просил сделать печь в старинном традиционном стиле. У хозяина дома есть свои цветовые предпочтения. Мы отталкивались от копий изразцов 17-го века. Мы отталкивались от того, что это должно быть какие-то панно, которые будут показывать русский быт, русскую жизнь. Поэтому именно там есть панно с церквями, есть панно со снегом, с санями, с русским. Евгения, по сути, еще только учится. Ее мастер Сергей Лебедев, один из лучших специалистов в своем деле, в этот раз решил взять подмастерье на практику. Печь получилось то, что надо, но девушка все еще стесняется своей неопытности. Это первый мой проект с изразцами. Несмотря на небольшой опыт, Евгению уже зовут участвовать в отделке интерьеров в других частных домах. Потому в своем будущем девушка уверена на все сто. В настоящее время, вследствие того, что изразцовое искусство набирает обороты в современном мире, и люди понимают ценность этого искусства, они готовы, что меня на самом деле поражает, они готовы там ждать очень много лет. То есть там печка собирается, настоящий печник, он ее собирает, допустим, несколько месяцев. На производство изразцов, признается подмастерье, уходит примерно столько же времени. Производство изразцов – это тоже очень долгое дело. В любом случае, каждый изразец формуется вручную. То есть, да, там есть какие-то заготовки для этого, формы. Но когда он отлился, он расписывается вручную, обжигается, соответственно, в печи. И по правильной технологии эта печь, вот, она не претерпела серьезных изменений с 18 века. То есть это примерно то же самое, что было и тогда. Евгения обожает свою профессию. Уверяет, ее ремесло сегодня столь же популярно, как и ювелирное дело. И уж точно не менее доходное. И люди, понимая ценность этих изразцов, ценность ручного труда, да, они готовы платить очень большие деньги за это. И на самом деле изразцы никогда не стоили дешево, да, это все понимали, что это достаточно трудоемкая такая работа и в плане временном, и в плане, там, денег, да. Сегодня профессии печника можно обучиться не только у частных мастеров, но и в специализированных техникумах и училищах. К примеру, это ремесло преподают в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж Метростроя» в Русской технической школе и Русской академии мастерства в Москве. Искусство печника до сих пор востребовано, а сама печь остается символом семейного уюта и благополучия. Мне на самом деле, как человеку, связанному с строительством, мне распирает гордость за страну, за то, что изразцы сейчас находятся там на, я надеюсь, что на начальном этапе своего расцвета. Еще в начале 20 века советская власть с гордостью заявляла, что русская печь, как пережиток прошлого, совсем скоро исчезнет из домов строителей коммунизма. Время показало, что это не так. Белая, мазаная или изразцами украшенная русская печь – гордость любой хозяйки или хозяина. Как и много веков назад, работы настоящих мастеров ценят на вес золота. В деревнях и на дачах сегодня с удовольствием возводят классические или голландские печи. И можно с уверенностью сказать, как бы прогресс не менял нашу жизнь, эта часть русской истории будет оставаться неизменной. Субтитры создавал DimaTorzok